Хочу показать еще, как важно подбирать растения друг к другу. Мало того, чтобы у них подходили почвы в гармонии, в симбиозе друг с другом, находились на одной и той же территории. Посмотрите, цика. Вот так не надо высаживать растения. Вы видите, что живая изгородь, она давит и не дает ни воздуха, ни света, забирает также влагу. Если не хватает растению воздуха, солнца, света и простора, то оно начинает, соответственно, болеть, желтеть, как-то медленно расти. Нужно просмотреть максимальные размеры вашего растения, которое вы выбираете, одного и другого. Если вы понимаете, что одно растение, допустим, вот это, ему нужно как минимум полтора метра, это минимум полтора метра в диаметре. То есть он обычно растет вот так вот, расправляя листики по всем сторонам света. И действительно смотрится, как оригинальная такая декоративная пальма. Он не очень высокого размера, но он растет достаточно медленно. Африканское это растение, здесь очень часто его используют в европейских странах. Декоративности вот этого вот эффекта, красоты и красивых вот этих лапочек, как у пальмы, здесь уже сложно пронаблюдать. Обстригаем для того, чтобы не появилась болезнь, когда очень густо насажены, не проветриваются. Вот так вот она, видите, сама зелененькая выглядит, очень пушистенькая, красивенькая. И вот здесь вот уже пожелтело. Это от того, что туда не попадает солнце, это теневая сторона. Начинает вот таким вот образом немножко желтеть сам лист. Это уже говорит о том, что его срочно-срочно нужно реанимировать. И чтобы избежать вот такой вот накладки между деревьями, это все нужно продумать на начальной стадии, на стадии планирования, где какой кустик, вплоть до травинки, которую вы садите, будет находиться на вашей территории. Для этого и предусмотрено планирование и проектирование в ландшафтном дизайне. Чтобы потом каждый кустик был на своем месте, каждый цветочек на своем месте. Они друг другу не мешали, они друг другу только помогали. И... И... Субтитры создавал DimaTorzok